Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас с вами о 29-й главе книги пророка Иеремии. Дело в том, что при всей кажущейся тоталитарности Вавилонской державы и вообще древних ближневосточных держав этого типа, все-таки какое-то сообщение, какая-то жизнь могла происходить. И вот Иеремия посылает из Иерусалима к переселенцам, к остатку старейшинам, к священникам, к пророкам. Среди тех, кого угнали в Вавилон, посылает письмо. Несколько человек, по крайней мере, Елиас и Гемария отправились туда, в Вавилон. И вот Иеремия пишет письмо людям, которых угнали, которые живут в изгнании, которые лишены почвы, лишены, на самом деле, очень многого, потому что пленные иудеи, по сути дела, не могли иметь в Вавилоне гражданских прав. Там хитрость была в том, что для того, чтобы иметь гражданские права какие-то, нужно обрабатывать землю. А для того, чтобы владеть землей, нужно быть подданным и уроженцам страны Вавилона. И, в общем, все это оставляло иудеям достаточно узкие такие сферы социальной жизни, по большому счету, одну только торговлю, в которой они, впрочем, потом преуспели, но это было еще далеко неизвестно, переселенцам. Вот этим людям, растерянным, испуганным, лишившимся родины, пишет Иеремия письмо. Но еще, может быть, важнее, вот что. Как и большинство окрестных народов, иудеи тоже склонялись к тому, что их бог является их богом там, в Иудее. А вот за пределами страны до некоторой степени вопрос. Существовал рассказ об исходе из Египта, где вроде бы бог вел свой народ. Но те, кто оказались на чужбине, в изгнании в Вавилоне, они говорят, как мы прочитаем, скажем, в книге Даниила, в молитве о Зареи. Вот и нет у нас ни пророка, ни князя, ни жертвы для того, чтобы нам обратиться на этом месте, чтобы ты услышал нас. Ничего у нас нет. И вот про этих изгнанников бог через пророка Езекииля скажет, я сам буду для них некоторым святилищем, потому что там нет святилища, там невозможно поклоняться богу. Как и воспоем песнь Господню на земли чуждей, на чужбине, как мы будем петь богу? Возможно ли это? Можно ли молиться богу на чужбине? И это страшный вопрос, потому что, оказавшись на чужбине, что эти люди выпали из поля зрения бога, из его внимания? И вот бог через письмо Иеремии обращается к этим людям и говорит, так, стройте дома, живите, разводите сады, берите жен, рождайте сыновей и дочерей, живите, живите, укореняйтесь и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. На самом деле совершенно феерическое заявление, потому что, опять-таки, вся история человечества приучила нас к тому, что люди скорее склонны своим завоевателям вредить, партизанить. Ну, в России по итогам войн 1812-го и Второй мировой, конечно, даже страшно усомниться в этом. Может быть, тем не менее, не вредно попытаться, потому что Бог говорит вот этим самым угнанным в Вавилон людям, депортированным, которые там, значит, их выслали в середине 20-го века и тоже у нас этот наш, как его, отец народов, тоже переселял народы с места на место и тоже это было чудовищное преступление. Но этим депортированным Бог говорит живите и заботьтесь о благосостоянии. Вот там, где вы находитесь, вот это место, вот эти люди пусть будут предметом вашей заботы, к чему вы прикладываете сердце. Постарайтесь, чтобы оно процвело. Трудитесь для процветания, а не для отмщения. Вот понимаете, на самом деле, в целом ряде этих глав с 24-й и дальше до 30-й у Иеремии подспудно звучит мысль о том, что не должны иудеи тратить душевных сил никаких, сил на отмщение. Нет. Вот живите там, устраивайтесь, рождайте сыновей, разводите сады, заботитесь о благосостоянии, потому что тогда и вы процветете. Не обольщают вас пусть пророки ваши, которых я не посылал. Вы будете в Вавилоне 70 лет. Когда эти 70 лет пройдут, говорит Господь, тогда я вас посещу и верну. И верну. Вот. Меня, говорит Господь, слушайте, а не этих уже пророков, потому что только я знаю эти намерения. Но при этом Бог не устает подчеркивать, что это намерение во благо, а не на зло, чтобы дать им будущность и надежду. И вы позовете меня, воззовете ко мне, помолитесь, и я услышу вас. Но для этого нужно пройти этот самый 70-летний путь. И надо выжить. Надо выжить. Надо вырастить сыновей, дочерей. Нужно собрать какое-то благосостояние, потому что на восстановление Иерусалима потребуются немалые средства и так далее. Вот Иеремия пишет, вы говорите, что вам там Господь воздвиг пророков, и они всякие такие пророчества пророчествуют. Но на самом деле важно только, слушаете вы слово Господне или нет. Не слушайте лже пророков и не будьте как негодные смоквы. А в 24 главе, где вот это видение хороших и плохих смокв дано было пророку, речь, в общем, шла достаточно прозрачно о том, что послушание Богу отличает хорошие смоквы от плохих. И вот вы, переселенцы, которых я послал из Иерусалима, слушайте слово Господне. Посмотрите-ка, вдруг это не Новохудоносор угнал их, а это Господь послал их переселенцами. Вот они продолжают оставаться в руке Божьей. Он таким образом проводит этих людей трудным, драматичным, сложным, но все-таки его путем. И вот, конечно, здесь много говорится о том, чтобы не слушали лжепророков, говорящих то, чего я не повелевал им. Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь. Таким образом, предлагается людям прислушаться к Иеремии, прислушаться к тому, что он пишет в письме, и все-таки принять решение, кого они будут слушать, кому они будут следовать, лжепророкам, которые такую сладкую мечту о том, что несчастье скоро кончится, предлагают. Или Иеремии, который говорит о том, что Бог замыслил в 70-летний плен. Это надо уметь с Богом разговаривать, чтобы понять. Больше того, на самом деле, знаете, я бы сказал, что все участники этих событий находятся в совершенно трагическом состоянии, потому что понимать, где здесь правое, где лево, где жизнь, где смерть, где добро, где зло, можно только, зная о том, что Бог умер на кресте, только зная о том, что Бог с людьми в нашем страдании. И тогда ты в состоянии понять, что в этой конкретной ситуации именно Иеремия прав, призывая своих сцеплений и именников пройти через этот опыт унижения и ничтожности. Ну и, наконец, окончание главы рассказывает также о некоемом пророке Шимаи, которому Бог говорит, что вот Господь поставил тебя священником, чтобы ты был блюстителем и ты не запретил или должен был запретить Иеремии анафовскому пророчествовать. вот Слово Господа к Иеремии было таким. Так говорит Господь о Шимаи. Шимаи у вас пророчествует, а я не посылал его и обнадеживает вас ложью. И поэтому от него никаких потомков не останется. Вот такое своеобразное знамение. Так как это записано, читающий, в общем, мне кажется, будет склоняться к мысли, что кто их разберет? Кто их разберет? Действительно, некоторый, я бы сказал, опыт преклонения перед Богом необходим для того, чтобы между пророком Иеремии и уже пророками его времени выбирать. Это действительно очень сложная задача, однако у Бога есть и решение ее, о которой речь пойдет в следующих главах. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров